Всем привет! Думаю, каждый из вас знает, что в мире существует 7 чудес света. А кто-нибудь слышал, что в 2024 году именно в сельском хозяйстве открыли 8 чудо света? И вообще, как в этом помог агронавигатор Курсач? И при чем тут кукурузные поля? Ну что, уважаемые зрители, продолжаем нашу новую рубрику Агролица. Сегодня мы находимся в полях, жара невыносимая в Орловской области. Расскажем про уникальный проект и про нашего нового фермера. Приятного просмотра, не переключайтесь, будет очень интересно. Пожалуйста, поставьте лайк, напишите что-нибудь в комментариях, как вам вообще выпуск, какие-то ваши пожелания. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Спешу вас познакомить с создателем кукурузного лабиринта. Это фермер Владимир Яконин. Владимир, здравствуйте! Доброго здоровья! Ну расскажите, пожалуйста, вообще, что такое кукурузный лабиринт? Кукурузный лабиринт – это на поле из кукурузы с помощью фрезы, с помощью трактора, с помощью агронавигатора. Выкашанная кукуруза, уже посеянная и зашедшая в виде рисунка конька-горбунка и ивановские скачущие на нем. А почему конек-горбунок? Конек-горбунок выбирали просто из нескольких вариантов. Хотели трактор просто нарисовать, хотели нарисовать емелю на печке. Остановились на коньке-горбунке, потому что там сказка очень интересная и много моментов, о которых многие не знают. Здесь мы их использовали в виде загадки. Было интересно. А вообще, в чем смысл этого лабиринта? То есть, вот мы стоим, вот сзади нас, думаю, зрители могут наблюдать кукурузный лабиринт названия и вход. Что там вообще внутри? Внутри просто ходы и пять точек с вопросами. И гости отвечают на вопросы. Если правильно отвечают, идут по более короткому пути. Неправильно, чуть более длиннее. Но все равно все выход находят. Вот, кстати, вот у меня есть сейчас карта. Вот благодаря этой карте можно найти и вход, и выход. А мы как раз тоже уже попробовали. Поэтому давайте, я предлагаю, зайдем во внутренний лабиринт, и там уже продолжим наш диалог. Давайте попробуем. Так, ну что, мы находимся на первой точке. Тут вопрос, какого героя автор сказки описывает так? На спине с двумя горбами да с оршинными ушами. Много вообще людей, кто идет налево, а кто-то направо. Судя по протоптанным дорожкам, я думаю, что, конечно, в сторону правильного ответа больше народа идет. Но все равно, посмотрите, здесь и туда идут. А они делают круг или все-таки все, на выход куда-то приходят? Нет, они небольшой кружочек делают и опять приходят на правильное направление. Так, а есть люди, которые вообще прям полностью заплутали, где-то потерялись, вы еще искали? Таких людей не было, еще ни одного. За три недели, четвертая неделя вот. А, получается, все началось месяц назад, да? 16 июня, июля. А как пришла идея создания лабиринта вообще? Идея пришла элементарно. Обучался в школе фермера по направлению агротуризма. И там на лекциях в онлайн-режиме они проходили, когда изучали формат, какие можно варианты развлечений придумать на селе. И там промелькнул кукурузный лабиринт. А я же ей уже 10 лет занимаюсь, думаю, ну это моя тема точно. И все. И я зацепила она меня, я пошел изучать, изучать, изучать. Посмотрел, какие варианты. В основном только за рубежом. У нас только там маленький вариант. В Краснодарском крае совсем простецкий. Вот. А такого масштаба у них, конечно, первое. По поводу масштаба, чтобы зрители понимали. Вот мы сейчас кадры включаем. Монтажер, включай кадры с высоты полета. И расскажите вообще по площади сколько гектар? 6,5 гектаров занимает данное поле. Протяженность пути все спрашивают. Но, к сожалению, я еще не померил. Но можно это с помощью программы измерить. Вот. Ну, не дошло еще. Нас встречал ваш сын, который непосредственно принимает участие в разработке, в приемке, в работе, в принципе. Как вообще устроено? Это, получается, семейный бизнес ваш? Да, это семейный бизнес. Вообще он руководитель данного проекта. А сколько ему лет? 20. 20 лет. Уже руководитель проекта. Перспективно. А он где-то обучался этому тоже? Нет, он нигде не обучался. Он учится в университете в агроинженерном Москве. Студент третьего курса. Блин, прикольно. Кто-нибудь еще здесь присутствует? Да, Вероника встречает гостей, знакомит маршрутом с нашими квестами, которые есть. Экскурсия, дегустация и так далее. Маленький сын тоже, которому 11 лет. Знакомит с животными. Ну и жена, естественно, тоже. Сейчас она отсутствует, а так приезжает и, конечно, поддерживает. Ну вот давайте. С точки А до последней точки. Какие элементы есть в вашем вообще, помимо кукурузного лабиринта, есть еще территория, правильно? Где могут люди принять участие, получить какие-то положительные эмоции? Вот расскажите, пожалуйста. Начнем с простого. Это бассейн из зерна. Я такого у нас, в принципе, нигде не видел. Знакомился за рубежом по видео. Все дети в восторге, купаются в этом зерне, засыпают друг друга. Как вот в песке на море, так вот в зерне. Мы видели, там два пацана. Это кто это? На скорость, кто быстрее прокопает землю. Но это очень смешно. А вот, кстати, вопрос по поводу этого. А потом, ноги не чешутся, руки у них? Ну, чуть-чуть, может быть, и чешутся. Но это же удовольствие. Сельское хозяйство, правильно? Далее по порядку идет, если мастер-класс, это, значит, там стоят рушилки специальные, с помощью которых можно сухие початки кукурузы отделить от зерна. Получаем таким образом зерно. Это зерно тут же можно смахнуть на мельнице. И из этой муки можно замешать муку, спечь пирожки. Так, сейчас. Такой мастер-класс. Проходите. Да, вот первая подсказочка. Можете выбрать вариант ответа. У нас небольшая заминка. Как раз вот группа людей пошли проверять, что такое кукурузный лабиринт. Кстати, вопрос. Получается, можно сказать так, что вы учите детей сельскому хозяйству? То есть объясняете, как вообще кукуруза выращивается, и в дальнейшем, как она эксплуатируется? Ну, конечно же. Когда человек ходит по лабиринту, он видит, как она растет. На мастер-классе он может посмотреть, что можно получить из початка кукурузы. Тут же угощение из сладкой кукурузы, которой мы занимаемся и выращиваем. Пирожки из кукурузы. Вот, пожалуйста. Результат труда. Видят, как растет, и дальше кушают, наслаждаются продуктом. У меня вот диссонанс случился. Мы приехали в сельское хозяйство, в поля, и у вас достаточно хорошие новые туалеты. Туалеты, водичка, туалетная бумага. Это же как на вес золота в сельском хозяйстве. То есть вы все-таки, как бы для туристов, да, по большей части у вас туристов, создаете благоприятные условия? Ну, туалет, конечно, это самое главное. И ручки помыть. Ведь все-таки здесь земля. Зерней искупаться, руки пачкают. Животных покормить тоже ручки испачкали. Ну, и так просто. А вот связи нету, что вот здесь люди вообще, как они созваниваются в интернете, как-нибудь сидят? Мобильной связи нету, есть Wi-Fi. Wi-Fi даже есть? Повесили на березу антенну, роутер, модем, и все, работает. Как был процесс создания данного кукурузного поля? С ребенком посовещались и определили, как мы будем это делать. Обратились к соседнему фермеру за навигатором. Он нам его дал благополучно. Начали его изучать, этот агронавигатор, потому что мы никогда им не пользовались. Выяснилось, что там нужно обновление. Потом обновление получали от разработчиков данного оборудования. И разработчики связались с нами и предложили свое оборудование для того, чтобы вычертить на поле выбранный нами рисунок. Сколько по времени заняло создание данного чертежа? Чертеж создавал сын, Иван. Я не могу сказать, сколько точно по времени он создавал. А вот сам рисунок на поле, мы с ним подготовительные где-то несколько часов до этого, когда настраивали оборудование с инженерами. И часов 5, наверное, конкретно мы на тракторе выкашивали эту кукурузу с помощью фрезы, двигаясь по навигатору. У вас были какие-нибудь огрехи, чтобы вы туда-сюда, или все-таки вы прям сразу сели, и идеальная картинка получилась? Чуть-чуть затруднения вызвали рисунок головы, лица Ивана. Пришлось триммером докашивать. Вручную. Там-то тракторы не развернутся, не повернутся. Элементы маленькие. Хоть и трактор маленький был, но все равно не вариант был на тракторе. Сколько здесь людей? Как посещаемость, возбирать какой-то есть? График работы пятница, суббота, воскресенье с 14 до 20. Ну, наверное, сейчас день менее. Сделаем с 13 до 19, потому что уже темно к концу дня и холодно. Посещаемость, конечно, приятно удивила. Даже мои сотрудники, которые помогали в строительстве домиков, беседах, сомневались, что будет народ. А резонанс пошел такой, в соцсетях, и люди приехали. За день 20 машин, вот я вчера за целый день наблюдал, постоянно было. Ну, в машине там 3-4-5 человек. Даже вот сейчас, вот мы приехали, здесь почти, наверное, 20 машин есть. По поводу социальных сетей, где у вашей площадки находится информация? Как вас найти? Основная информация – это ВКонтакте, кукурузный лабиринт забиваем. И в России он один наш. В Телеграме также кукурузный лабиринт легко найти. Мы там одни. В поисковике, через Яндекс, я думаю, навряд ли. Сайта у нас нету отдельного какого-то. Поэтому в основном Телеграм и ВКонтакте. Поэтому, уважаемые зрители, вы обязательно все ссылочки вам предоставим в описании под этим видео. Переходите, берите семью и ездите в Орловскую область. Ну что, сейчас мы поговорим с создателем картинки. Как называется картинка? Конек-горбунок. Конек-горбунок. Ну что, Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вообще вы создали эту картинку, с помощью чего, сколько потребовалось времени? Разрабатывал картинку я в течение двух недель. Ну, примерно двух недель. В приложении QGIS, оно вообще очень серьезное, его используют для построения картографических карт. Я решил тоже замахнуться, изучить его. Только неделю, наверное, изучал, что там как устроено. А вы где-то учились этому? Нет, просто в интернете искал способы, как с помощью картинки, имеющейся, нанести на карту и нарисовать потом линии. Блин, и сколько времени потребовалось? В общей сложности две недели. Две недели, да, все. Почему? Вот я уже с вашим отцом и уже разговаривал. Вот интересно все-таки, почему Конек-горбунок, по вашему мнению? По моему мнению, то, что мы рассматривали все русские народные сказки. И выбирали, где главный герой совершает определенные задания на пути к успеху, если можно так сказать, и идет к своей цели. И вот Конек-горбунок наиболее насыщенными такими заданиями. Сами пробовали проходить этот лабиринт? Конечно. В процессе создания и потом, когда оформляли, там таблички оставляли. Сколько по времени нужно человеку, который уже, так сказать, не первый раз по этому лабиринт уходит? Вот я прохожу его минут за 15, потому что я каждые ходы уже знаю. Для меня это как второй дом, он используется в лабиринт. А так, в среднем, люди проходят за минут 35-40. Вам 20 лет. Вы достаточно молодой, перспективный, я так понимаю, руководитель дальнейшего этого проекта. Правильно я говорю? Все верно. То есть, все-таки отец браздный передаст. Какие планы на расширение? Может быть, какую-то картинку в следующем году попробуете? Конечно. В следующем году у нас будет совершенно другой рисунок. То есть, мы выберем уже следующую сказку, где тоже присутствует главный герой и выполняет задание. А анонсировать можем что-нибудь? Может, уже есть идеи какие-нибудь? Да тоже колобок. Колобок? Ну, колобок слишком просто, там, что там, круг нарисовать. Так будем смотреть что-нибудь послоднее, чем это и коню-горбунок, потому что опыт уже имеется. Но так именно конкретное что-то я не смогу сказать. Ну, а также с помощью курса указателя, правильно? Да, естественно. Как вот вам, кстати, работать с этим курсом указателя? Я так понимаю, вы за рулем правильно сидели? За рулем сидел отец, я как штурман сидел, подсказывал, настраивал курсоуказатель и выбирал нужные карты, чтобы непосредственно они друг от друга, недалеко находились. Как вообще работать с этим курсоуказателем? Все супер. Конечно, столкнулись с некоторыми трудностями, но разработчики, которые нам его привозили, все подсказали, рассказали и настроить помогли. Так, ну вы звонили в техподдержку, правильно? Да, в техподдержку я позвонил, мне ответили, дали контактный телефон инженера. Инженера уже помог разобраться с сайтом, как загрузить карты, как разобраться с самим приложением. Мы даже дистанционную нашивку устанавливали через удаленный доступ. И потом уже на месте, кто нам приезжал, помогал, тут уже по факту разбирались, что и с чем надо есть. Ну что, уважаемые зрители, как я уже говорил про техподдержку не первый раз, в обязательном порядке посмотрите выпуск, ссылку оставлю также в описании. И помните, что наша компания никогда не оставит нашего клиента в беде и решит любую проблему или ваш любой вопрос. Ну что, наш выпуск подходит к концу. Мы сегодня были в Орловской области, посетили кукурузный лабиринт и много что еще. А что именно, обязательно приезжайте со своей семьей посмотреть своими глазами. А как найти данное хозяйство, ищите в описании под этим видео. Ставьте лайки, пишите в комментариях, куда еще съездить и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok